Пакистанская активистка 16-летняя Малала Юсуфзай встретилась с беженцами из Сирии, которые проживают в лагере в Иордании. Она посетила центр для детей от 6 до 17 лет, где те могут оставаться после школы. Местные девочки встретили её песнями и танцами. Потом все собрались, чтобы послушать историю Малалы. «Моё послание миру таково, что надо воспринимать это серьёзно. Никогда не надо хранить молчание, поскольку этим детям нужна наша помощь. Если мы забудем про них, скажем, что они далеко и это нас не касается, то это будет неправда. Если не остановить войну, то она распространится. Если не остановить терроризм, то он распространится. Он может затронуть любого человека в мире». Ещё живя в Пакистане, Малала выступала за право девочек получать образование – то, чему всегда препятствовал Талибан. Сейчас она также занимается продвижением этого вопроса. «Если мы не сфокусируемся на образовании этих детей из-за насилия, которое они переживают, то в будущем они также могут проявить насилие. Так что к ним надо проявлять любовь, создать дружескую атмосферу, чтобы завтра они стали хорошими людьми и проявляли себя в обществе хорошо». Малала была ранена в голову боевиками Талибана в октябре 2012 года. С того времени она проживает в Великобритании, где ей оказали помощь врачи. В 2013 году она создала специальный фонд, который занимается продвижением образования девочек в развивающихся странах. Свой следующий проект фонд начинает в Иордании, чтобы оказать помощь сирийским девочкам, проживающим в лагерях для беженцев. Иордания – один из четырех ближайших соседей Сирии, где помимо Ливана, Турции и Ирака имеются лагеря для сирийцев, бежавших от гражданской войны. Из двух миллионов покинувших страну, почти треть находится здесь. Беженцы составляют 10% всего населения этой страны.